Этот тротуар подготовлен к последнему этапу работы, совсем скоро тоже оденется в асфальт. Пересекать он будет немалую часть микрорайона Залесной от улицы Парковой до Генерала Белова. Полностью укладка асфальтового покрытия завершена на проезжей части, так называемой дороги-дублера Рязанского шоссе. Для этого потребовалось больше месяца работы и весьма внушительные затраты. Данная дорога сделана по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость данного объекта 9 миллионов 400 тысяч рублей, площадь где-то около 3 тысяч квадратных метров данной дороги, около 700 метров бортового камня было выставлено. Озвученная сумма затрат включает в себя также стоимость тротуара и уличного освещения. Была полностью замена дорожная одежда вследствие того, что старая она уже пришла в негодность. У подрядной организации осталось выполнение работ по устройству покрытия асфальтобетонного на тротуаре. Также еще надо отметить, что будет установлено уличное освещение здесь по этой дороге и после этого будет приемка. Затем в течение четырех лет завершенный объект находится на гарантии. И потому каждые полгода, осенью и весной, специалисты Комитета дорожного хозяйства будут просматривать состояние дороги, а при появлении изъянов обращаться к подрядчику для их устранения. Но жители и представители общественного самоуправления микрорайона Залесной надеются, что работы выполнены на совесть. Мы, конечно, очень рады, что у нас такая дорога появилась и приятно вдвойне, что она межквартальная дорога, то есть не будут ездить здесь машины в таком большом количестве, как люди волнуются об этом. Только в том случае, если центральная дорога Рязанской шоссе-трассы будет закрыта, тогда это будет действовать как объездная дорога. А так, конечно, хочется, чтобы по всему нашему микрорайону были сделаны такие дороги, потому что это очень удобно для населения, у многих машины имеются. Ну и просто пройтись на каблучках, наверное, будет тоже приятно женщинам с колясочками. Ведь молодых семей здесь живет немало, детей довольно много, потому микрорайон должен расти и развиваться. Вера Супрон, Сергей Селин, телекомпания «Новомосковск».